И следующие 20 минут я хочу поговорить о стратегии аналитики. По большому счету это продолжение доклада, который я делал в 2019 году. Кто меня слушал в 2019 году на iFORM? Есть такие люди? Вау, спасибо, мне чертовски приятно. Тогда вам будет легко уловить суть. Кто пропустил, можете найти на YouTube, посмотреть. Евгений Шевченко, Digital Агентство Ямастер. Мы одно из крупнейших в этой стране, очень старые, нам 16 лет. Входим в различные топ-5 рейтинги. Вчера Google прислал нам письмо, поздравил нас, сказал, ребята, вы вошли в 3% лучших Digital Агентств Украины. Это примерно тоже 5 агентств там получается. Представился теперь о том, о чем хотел поговорить. Первое – это цифры по бюджетам, по деньгам. Начинаем с самого интересного. Если мы посмотрим на статистику украинского рынка, у нас единственные данные, которые присутствуют, это всеукраинская рекламная коалиция. Может быть, у кого-то к ним есть вопросы, но тем не менее мы от них отталкиваемся. Что у нас происходит? За 2020 год и прогноз на 2021. Digital вырастет с 53% до 59% в этом году. За ними идут телек, наружка, радиопресса. У них еще меньше проценты, поэтому я их даже на слайд не ставил. Берем пока что одну цифру. У нас 59% всех рекламных бюджетов в стране тратится на Digital. Если берем отдельно взятую компанию, у кого-то, возможно, чуть меньше, у кого-то больше. Есть компании, которые 80-90% тратят на Digital. И вот здесь возникает вопрос. Если это большая часть денег рекламных, то насколько грамотно и хорошо вы ими управляете? И здесь управление, процессы, и все приходит к одной простой формулировке. Это Digital стратегия. В прошлый раз, в 2019 году, я проводил такой экспресс-опрос. Я просил поднять руки тех людей, у кого в компании есть документ с названием Digital стратегия или детализированный блок в общей маркетинговой стратегии, который касается диджитала. Я хочу повторить этот эксперимент. Пожалуйста, поднимите руку те из вас, у кого в компании есть волшебный документ с названием Digital стратегия или полноценный блок. Так, у нас ситуация за год улучшилась. Спасибо огромное. Стало чуть больше. Но если вы только что смотрели по сторонам, очень мало людей подняли руки. И дальше возникает продолжение мысли. Если вы берете условные 60% денег, тратите их, не имея какой-либо стратегии, то очень странно ожидать классного результата на длинной дистанции. Давайте проведем аналогию. Вы строите дом без плана. Сегодня у вас появилось такое настроение, вы там стенку поставили, завтра другое, вы другую стенку поставили. Будет ли это нормальный дом? Навряд ли. Точно так же и с рекламой в интернете. Нет стратегии, нет результата. Для того, чтобы ваша стратегия была адекватной и рабочей, тут никаких я вам новых волшебных секретов не открою, вам нужна аналитика, понимание современных лучших методологий, которые есть в целом, и подбор тех из них, которые нужны непосредственно вам. Креатив, о чем уже говорила Иоанна, будет в следующих докладах идти речь. И знание инструментов диджитала. Я в своем докладе буду говорить только немножко об аналитике, методологиях, креативах, инструментах, об этом будут в следующих докладах. В Украине почему-то классически принято делить подходы к рекламе в интернете на два больших блока. Первый – конверсионный или перформанс, и второй – это охватные рекламные кампании для построения знания бренда. Нормальная рабочая модель. И мы даже сами на предыдущих конференциях рассказывали, что ребята, если у вас есть разные типы задач, сделайте, пожалуйста, два медиаплана – отдельно перформанс, отдельно брендинг, не смешивайте их в одну кучу, потому что вы потом будете смотреть на усредненные показатели, и они вам никогда не понравятся. Но при этом в Америке, в ряде других стран уже несколько лет идет обсуждение того, что эти два подхода можно классно объединять и комбинировать, и при этом усиляться, получать результат гораздо лучше. Это решение называется брендформанс. Взяли кусочек от одного слова, взяли кусочек от другого, склеили и получили новый эволюционный подход. В чем заключается эволюция в данном случае? Мы говорим о том, что брендформанс позволяет считать, анализировать и прогнозировать те моменты, которые обычно вызывали ступор у маркетологов, когда речь шла о диджитале. И здесь я сегодня расскажу две веточки, два вектора, как использовать брендформанс для тех компаний, которые продают через сайт, продают онлайн или получают заявки онлайн. И вторая веточка – это для тех, кто свою продукцию продает в оффлайне, в ритейле, например, в МСГ, фарма и так далее. Если мы берем первую часть бизнеса, те, кто хотят от интернета заявок или продаж, тут есть устоявшиеся стереотипы, там баннерная реклама не дает в продаж или видео не дает в продаж, есть проблемы, потому что не всегда маркетологи понимают, как действительно работают разные рекламные инструменты или чаще думают, что понимают, на самом деле ошибаются. И очень сложно большинству бизнесов оценить реальное взаимодействие между инструментами. Запустили видеорекламу, что-то поменялось, количество поисковых запросов, где-то вырос CTR в поиске, повысился коэффициент конверсии на сайте. А как это спрогнозировать, как это понять? Давайте разбираться. Ответы опытным диджитал-специалистам тоже давно известны. Если я скажу о сквозной аналитике, все слышали, но здесь уже не буду просить поднимать руки, я относительно недавно в одной телеграм-группе проводил опрос, ребята, у кого у вас есть сквозная аналитика, кто строит, у кого нет, ну и четвертый пункт, кому-то она вообще не нужна, то есть она не 100% бизнесов нужна. Оказалось, что у очень маленького процента она есть, там чуть больше процент людей сказал, что они строят, но строят это очень растяжимое понятие, это как с ремонтом. И здесь большая беда. По поводу сквозной аналитики, то два момента. Первое. То, что мы сейчас в Украине обсуждаем сквозную аналитику, это с одной стороны необходимость, потому что если у вас, например, есть интернет-магазин с несколькими точками продаж, то вам точно нужно понимать, как идут заявки, заказы через сайт, через мобильное приложение, телефон и так далее. И как это все превращается в реальные деньги. Даже многие интернет-магазины этого до конца не осознают. Я уже не говорю о медицинских клиниках, школах иностранных языков и так далее, у которых тоже зачастую бардак происходит. Постфью аналитика. Еще один блок, который не является новинкой. Вот у нас уже есть спикер, который об этом расскажет подробно. И в сотый раз не буду повторять о важности ассоциированных конверсий. Есть замечательная фраза, которой уже 15 лет. Ее многие слышали о том, что данные – это новая нефть. У этой фразы, кстати, замечательное продолжение о том, что сырая нефть, она бесполезна, пока вы ее не очистите и не сделаете из нее какой-то продукт, нефть сама по себе никому не нужна. Здесь, если мы говорим об украинских реалиях, то хочу сказать, что у украинского бизнеса зачастую даже этой нефти в руках нету, неочищенных данных. Нефть у большинства под ногами, ее надо еще научиться добыть. Я приведу вам очень простой пример. У нас есть сервис проверки настроек Google Analytics. Около 2000 сайтов проверили свои настройки. И я вам покажу несколько цифр, которые подтверждают мои мысли. Google Analytics стоит на подавляющем большинстве коммерческих сайтов. Но кто и как умеет им пользоваться? Умеет ли? Цифры, как по мне, пугающие. То есть подавляющее большинство сайтов не используют базовые настройки. Там нет каких-то элементарных фильтров перевода в нижний регистр, фильтров по IP. Не отслеживаются какие-то базовые параметры, которые должны обслеживаться. И даже если вы используете UTM-метки, они не всеми используются, то многие это делают с ошибками. Если мы говорим о том, как вы работаете с коэффициентом конверсии, с повышением коэффициента конверсии, то большинство сайтов не используют АБ-тесты. На самом деле это очень грустные цифры. И в подтверждении этих данных, что даже в, казалось бы, самой продвинутой индустрии e-commerce не все, не все гораздо украинскую, вот вам пугающая страшная цифра. То есть почти 90% интернет-магазинов не используют расширенную электронную торговлю. Сейчас кто работает в большом интернет-магазине, посмеялся, конечно, потому что в больших все нормально. И здесь все очень просто. Общаясь с разными компаниями, индустриями разного размера, я следил очень простую закономерность. Если человек работает в какой-то компании, где диджитал только строится, или это его лично персонально первый опыт в диджитале, то сначала делают сайт, запускают рекламу, а потом через полгода или два года начинают думать, что мы будем измерять. То есть сначала потратили деньги, а через два года начинаем думать, как это оценить, как это посчитать. Обратный хороший пример. Я недавно общался с молодым человеком, у него за плечами уже есть пять проектов, он сейчас строит шестой. Это будет онлайн-приложение, и приложения еще нету, на уровне прототипа только. Посадочной страницы еще нету, но он пришел уже с готовой схемой, анализа поведения пользователей, какие сервисы-аналитики он хочет использовать, как хранить данные и какие отчеты он хочет строить. Вот хороший пример, то есть человек, исходя из своего опыта, уже понимает, что сначала мы встроим логику сбора данных и его использования, а потом уже начнем делать посадочные страницы, мобильное приложение и запускать рекламу. Первую мысль зафиксировали. Большинство компаний не умеет корректно собирать данные. Вторая мысль еще более веселая и грустная одновременно. Большинство людей, работающих с данными, не умеет считать. Я не шучу. Очень простой вопрос. Чему равен корень квадратный из четырех? Не выкрикивайте сейчас громко, повернитесь к соседу справа или слева от вас и назовите ответ. Чему равен корень квадратный из четырех? Скажите соседу справа или слева. Так вот, если вы услышали ответ 2, он неправильный, неточный. Я проверял это многократно. Большинство людей даже не могут ответить корректно, чему равен корень квадратный из четырех. Резюмируем часть по аналитике. У вас появится огромное количество возможностей, если вы научитесь понимать, какие вам данные нужны, научитесь их собирать теми существующими инструментами, которые есть на сегодняшний день, начиная от базового Google Analytics, и возьмете в штат человека, который умеет считать. Если вы умеете считать, бинго, супер, не нужно еще одного человека брать. И заканчивая мысль о сквозной аналитике, хочется сказать только одно. Она должна быть у вас в компании, если вы хотите получать заявки или продажи через сайт. И маленький блок, который касается компаний, продающих в оффлайне. Вы произвели товар, йогурт или таблетки от кашля, поставили их на прилавок супермаркета или в аптеку, и у вас возникает вопрос, как увеличить продажи. Формулировки могут быть разные. Например, у меня есть определенный бюджет, как мне спрогнозировать рост продаж после того, как я эти деньги проинвестирую в рекламу. Может возникать вопрос, в какое медиа лучше положить деньги. Кто-то говорит, что лучше в теле, кто-то в диджитал. Могут порекомендовать вам микс, использовать сразу несколько инструментов. Но в большинстве случаев внутри команды или общаясь с агентствами, вам никто не даст оцифрованные ответы, куда, сколько нужно потратить для того, чтобы получить необходимый рост продаж в деньгах или в количестве упаковок в деньгах, простите. На самом деле, если вы возьмете человека с классическим маркетинговым образованием, возьмете второго человека, который классно шарит в диджитале, посадите их в одной комнате, то они дадут вам этот ответ. В чем получается парадокс? Классические маркетологи знают методологии, знают аналитику, статистику. Диджитал-маркетологи знают инструменты, но большинство из них не слышало, например, что такое коллекционный регрессионный анализ. Объедините эти две экспертизы и получите ответ. Это все реально. Например, мы взяли категорию кремов, взяли несколько продуктов, я на слайде вывел только двух конкурентов, и мы задали себе вопрос, куда эффективнее этим компаниям инвестировать в диджитал или в ТВ. Там на самом деле были и другие каналы коммуникации, уберем только диджитал против ТВ. Оказалось, что разница по эффективности будет для каждого препарата, потому что есть специфика по целевой аудитории, у всех разные креативы, но на слайде вы видите, что для пантестина одна вложенная гривна в диджитал будет эффективнее по сравнению с ТВ в 2,3 раза, для бипантена в 3,2 раза. Эта же модель позволяет не просто оценить, куда лучше инвестировать, основываясь на исторических данных, на собранной статистике, она позволяет сделать прогноз, сколько денег, на какой рекламный канал нужно инвестировать для того, чтобы вы вышли на нужный уровень вам продаж. Еще раз, берем классического маркетолога, берем диджитал специалиста, закрываем на 2 часа в одной комнате и получаем все ответы. Здесь на экране есть перечень тех данных, которые необходимы в идеале для такого анализа. Единственная важная ремарка – данные должны быть минимум за 2 года. Например, для бипантена и пантестина мы анализировали данные за 3 года. Это позволило нам получить достоверные результаты. В итоге получаем ответы, куда инвестировать, сколько инвестировать, какой прогноз продаж мы получим. Что еще необходимо для адекватной диджитал-стратегии, помимо того, что я рассказал сегодня и в 2019 году? Любая стратегия сегодня, включая в том числе и работу с гипотезами, она должна учитывать гибкость, особенно в текущих реалиях, когда все очень быстро меняется, и должен быть риск-менеджмент. Касательно экспериментов мы оставляем ту рекомендацию, которую даем последние годы. Каждый месяц 10% от рекламного бюджета выделяйте на эксперименты в диджитале. Пробуйте новые каналы, креативы, новые аудитории. Если у вас получается классный результат, замечательно на следующий месяц отмасштабировали. Не получилось? Окей, приняли во внимание, опыт получили, следующий месяц проведем новый эксперимент. Из того, что у нас относительно новое появилось на рынке, буквально несколько месяцев, это реклама в ТикТоке. Если вы еще не пробовали, настоятельно рекомендую, потому что стоимость видеорекламы в ТикТоке на текущий момент намного ниже по сравнению с Ютубом, с Фейсбуком, Инстаграмом. По поводу эффективности, мы получили абсолютно разные результаты для разных клиентов. От великолепно до провально. Как это сработает у вас, проверьтесь с очень небольшим бюджетом, буквально, знаю, несколько тысяч гривен для эксперимента взяли и получили результат. Финализирую. Без стратегии не ждите светлого будущего в вашем диджитале. Укрепляйте вашу экспертизу по аналитике. Если вы тратите 100 тысяч долларов в месяц на рекламу, возьмите веб-аналитика в штат. Если ваш месячный бюджет на рекламу меньше, покупайте эту экспертизу по часову агентств. Смысловая часть на этом заканчивается. По традиции, которую мы уже несколько иформов поддерживаем, мы дарим два сертификата, каждый по 5000 гривен, на обучение в школе цифровой рекламы и омастер, которая есть при нашем агентстве. У кого-то из вас под стульчиками на железной направляющей приклеен сертификат, вернее их два. Можете посмотреть под своим стульчиком, под стульчиком соседа и, возможно, кто-то его уже нашел. Если нашел, поздравляю. Если не нашли, можете бегать по пустым рядам. Я сам не знаю, на каких местах эти сертификаты приклеены. Есть кто-то нашел? Оу, есть. Поздравляю. Один нашли, второй еще где-то. Все, аплодисменты человеку нашедшему. Второй тоже нашли, поздравляю. Вы можете пройти обучение на любой программе, получив скидку в 5000 гривен. И скидка для всех 10% по промокоду iForum2021. Если у вас будут вопросы по диджитал-стратегии, есть почта на экране, есть Женя Шевченко в фейсбуке. Буду рад с вами пообщаться. Спасибо. Если понравилось, можно похлопать. Воу, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok